Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 23 декабря. Добрый вечер! 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 пожелав успехов в службе. Роза Тедеев, Асар Матгузитаев, Александр Якаев. Информационный выпуск сегодня. Исполнить заветные желания детей. На ГТРК ИР продолжается благотворительная акция «Фонтан желаний». Сегодня ее участниками стали представители правительства во главе с премьер-министром Эриком Пухаевым, спикер парламента Алан Таттаев и депутаты. Председатель правительства Эрик Пухаев исполнит новогодние желания трех детей. К примеру, досталась нелегкая задача убедить второклассника Александра Гоглоева в существовании Деда Мороза. Паренек так разуверился в чудесах, что разорвал письмо, которое собирался отправить посланнику Нового года. К счастью, письмо все же сохранили и желания Саши, а приобретение велосипеда исполнится. Надо восстановить, потому что помимо отдельных текстов я не могу здесь разобрать, но тем не менее все эти огрызки я соберу. Дедом Морозом еще для троих детей станет заместитель председателя правительства, министр экономического развития Геннадий Бикоев. Хочу поздравить всех наших детишек с наступающим Новым годом, пожелать им исполнения всех их желаний, чтобы 20-й год был для них лучше, ярче и плодотворнее в плане учебы. Эстафету исполнения заветных желаний детей принял председатель парламента Алан Таттаев. Спикер парламента отметил, что счастлив исполнить желания детей. Пожелания у детей, конечно же, разные. Это детские пожелания. И мы, как взрослые, не можем не передать эти пожелания Деду Морозу. И, наверное, в преддверии Нового года Дед Мороз исполнит свои обещания, и эти дети получат свои подарки. Добрым волшебником, который исполнит заветные мечты еще троих детей, станет председатель Парламентского комитета по обороне и безопасности отца Маспибилов. Он пожелал всем детям мира, здоровья и исполнения желаний. С удовольствием попросим Деда Мороза, чтобы исполнить желания всех наших детишек. В текущем сезоне в кораблике поместили новогодние желания сирот, оставшихся без попечительства обоих или одного родителя. Стать добрым волшебником может каждый желающий. Третий сезон телепроекта «Фонтан желаний» будут транслировать в эфире государственной телерадиокомпании «Ир» в конце текущего и начале Нового года. Эльвира Девилова, Айда Кочева, Азамат Кудзеев, информационный выпуск сегодня. В Сиана рынок в Цхинвале открылся елочный базар. Желающие украсить свой дом живой елкой смогут, наконец, приобрести ее. В этом году вырубать хвойные деревья в наших лесах строго запрещено. Поэтому главные новогодние символы были привезены из Северной Осетии. Анжела Кукоева подробнее. Главный символ Нового года в столице республики открылся елочный базар. Цены особо не отличаются от прошлогодних. Новогоднюю красавицу можно купить в среднем за тысячу рублей. Спрос на новогодний символ высокий выбирать приходят целыми семьями. Это стало уже доброй праздничной традицией. Особенно часто приходят семьи с детьми. Уже после покупки продавцы помогают очистить ствол хвойного дерева от коры в нижней части. А специальные подставки дарят как праздничный подарок. По словам продавца Георгия, только за вчерашний день он продал более 70 елей. Мы привезли елки из Северной Осетии. Реализуем их здесь, на территории бывшего винзавода. Цены у нас невысокие. Маленькую елочку можно купить за 600 рублей. Елка высотой в 3 метра стоит 1700 рублей. У нас действует и система скидок. Поскольку в Южной Осетии законодательно запретили вырубку этой породы деревьев, пушистые ели привезли из Северной Осетии. Большинство жителей столицы открытия елочного базара ждали с нетерпением. В течение 15 лет наряжаем живую ель. Сегодня мы случайно услышали, что привезли елки. Как видите, пришли и наконец купили зеленую красавицу. Елочный базар будет работать. Несколько дней прийти сюда, приобрести символ праздника и создать себе новогоднее настроение может каждый. Ведь в конечном итоге новогоднюю атмосферу создаем мы сами. Анжела Кукуева, Арсенгасиев, Зарьи Марсоева. Информационный выпуск сегодня. Будущие профессиональные строители, повара, сварщики и представители других рабочих профессий сегодня закрепляли свои знания, накопленные в первом полугодии. В многопрофильном колледже проходит производственная практика. Подробности у Стэллы Бясровой. От слов к делу. У студентов Схимвальского многопрофильного колледжа началась производственная практика. По учебному плану, после получения теоретических знаний студенты в обязательном порядке должны применить свои знания на практике. Она продлится до конца года. В этом учебном году наши мастерские заработали в полную силу. Благодаря финансовой поддержке президента Бибилова Анатолия Ильича, за что мы ему очень благодарны. Было закуплено необходимое и недостающее оборудование, соответствующее современным стандартам. Студенты с большим интересом начали практиковаться. По их словам, это самый интересный этап обучения. Балабистаев учит студентов резьбе по дереву. Вместе они работают над созданием новых изделий, каждый из которых – произведение искусства. Сегодня изделия из дерева пользуются большим спросом как у туристов, так и у местных жителей. Но в последнее время не хватало специалистов в этой сфере. Новое оборудование в нашей мастерской позволяет создавать красивые, изящные изделия. Я думал, что немногие студенты будут посещать практику. Однако их подавляющее большинство ходят на практические занятия с большим удовольствием. Недавно мы с директором колледжа обратились к президенту. Благодаря его помощи были закуплены новые инструменты. И сегодня, можно сказать точно, все условия для обучения детей у нас есть. Сегодня, когда республика активно строится и благоустраивается, будущие строители тоже в деле. Студенты разрабатывают проекты, учатся укладывать плитку, кирпич. Будущие строители практикуются в условиях, максимально приближенных к реальной стройке. Студенты с большим интересом ходят на практику, применяют свои теоретические знания на деле. За время производственной практики студенты научатся решать различные задачи, связанные с их будущей профессией. Они получат бесценный профессиональный опыт, который каждый из них применит с пользой для себя и на благо Родины. Стелла Бязарова, Заурустаев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Жители республики, особенно детей, в честь Нового года ждут интересные развлекательные мероприятия. Столичная администрация старается создать незабываемую атмосферу, включая грандиозный праздничный концерт. Подробности в репортаже о Гунде Кубосовой. Мэрия Цхинвала готовит множество праздничных сюрпризов для горожан и жителей районов республики. Основная часть мероприятий будет проходить на Театральной площади. Для самых маленьких горожан 25 декабря в час дня будет организован праздник «Елочка, зажгись». На центральной площади города детей уже будут ожидать главные виновники новогодних торжеств – Дед Мороз и Снегурочка. Здесь же пройдет первенство по армрестлингу. Аниматоры всячески будут стараться веселить детей. Состоятся конкурсы, викторины и, конечно же, дети получат призы. Будут сюрпризы, будут конкурсы, викторины, игры. Конечно, детишки будут получать призы, конфеты. И если даже не упадет ни единой снежинки с неба, все равно мы постараемся, чтобы ощущение этого доброго снежного дня у нас состоялось. Того же дня, 25 декабря вечером, ориентировочно в 17.30, будет дан праздничный концерт. Будут принимать участие наши братья из Севера Осетии, будут наши артисты выступать. Самое главное, что в завершении концерта для молодежи будет дискотека. Новогодние торжества переместятся и в районы республики. 27 декабря концерт с участием звезд осетинской эстрады пройдет в поселке Тейнагар. А 28 декабря в поселке Корнис. У жителям и детишкам поселка Тейнагар будем дарить новогодний праздник. Конечно, провезем свой звук, свет, артистов повезем. Ну и для детишек подарки обязательно. Везем концерт в подарок в поселок Корнис. Я думаю, что мы их уже оповестили об этом. Я думаю, что народ соберется как минимум 40, 40, дорогие, 40, бехну райдер, Корнисайд и порадуем жителей. Уже 31 декабря в 11 часов ночи на театральной площади столицы состоится большой праздничный концерт. Ровно в 12 часов в прямом эфире будут звучать кремлевские куранты. Поздравления от президента России Владимира Путина. И будет Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе с ними встретим 2020 год. И в первые же полчаса, я думаю, нас порадует своим присутствием президент нашей Родины Анатолий Ильич Бибилов. А дальше большой концерт будут наши братья из Северосети. И на завершение праздничного концерта будет дискотека новогодняя и праздничный фейерверк салюта. В преддверии Нового года принято поздравлять друг друга и дарить подарки. Новогодние подарки особенно с нетерпением ожидают дети. Для многодетных семей, где 6 и более детей, председатель Межрегиональной общественной организации «Центр добрых дел» Наша соотечественница Сабина Санакоева-Цветкова очередной раз порадовала детей сладкими подарками. Каждый раз, когда есть, представляется случай, Сабина Алановна обязательно вспоминает наших детишек. Также она поздравила, прислала подарки и на 1 сентября, и сейчас в очередной раз тоже на празднование Нового года. Хочу выразить ей огромную благодарность. При ее занятости всегда помнит она о своих соотечественниках, о маленьких детишках. Спасибо огромное ей. В преддверии Нового года создать праздничное настроение постарались звезды Северо-Юга Осетии. Зрителя порадовали не только прекрасным исполнением номеров, но и подарками. Впечатлениями делится Оксана Джвоева. В Схенвале прошел предновогодний концерт с участием звезд осетинской эстрады. Весь вечер звучали уже давно полюбившиеся зрителю композиции. Своим мастерством собравшихся порадовали и артисты ансамбля «Ирон». Каждое их выступление встречали бурными овациями. С наступающим праздником схенвальцев поздравили и звезды Северо-Осетинской эстрады. Роман Джихаев, Георгий Поростаев, Адик Плиев. В конце программы зрителей ожидал сюрприз и настоящий подарок к Новому году. На сцену вышел патриарх народных танцев Кавказа, народный артист России и Республик Северного Кавказа. Один из самых известных представителей осетинского народа Нудар Плиев. Зрители весь номер смотрели стоя. Заместитель председателя парламента, председатель Народной партии Александр Плиев поздравил народ Южной Осетии с наступающим новым 2020 годом. Северо-Осетинской эстрады Концерт прошел на ура. В завершении все зрители получали новогодние подарки. Оксана Джуэева, Александр Кокоев, ГТРК ИР. Информационный выпуск. Сегодня. Далее узнаем прогноз погоды на завтра. По всей республике ожидается ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 12, ночью плюс 3. В Цауском районе днем 11 градусов тепла, ночью плюс 1. В городе Квайса днем плюс 7, ночью плюс 1. В Ленингорском районе днем 13 градусов тепла, ночью плюс 2. Сталицы республики в Цхинвале днем плюс 12, ночью плюс 2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чуэева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин